Друзья, всем привет! Сегодня небольшой выпуск, в котором можно понять, на какой стадии у нас постройка дома в данный момент и где я пропадаю вечерами. В основном работаю один, как вы слышали по вечерам, поэтому получается не так быстро, как хотелось бы. С полом мне повезло больше. Зимой сделали полусухую стяжку, проверили работу теплого пола и настал момент укладки плитки на пол. Повезло мне в том, что по укладке плитки я выступаю чисто помощником. Подношу, пилю плитку, замешиваю клей, сбиваю СВПшки, зачищаю и затираю швы. Давайте расскажу обо всем по порядку. И может меня кто-то поправит в технологии или наоборот возьмет себе что-то на вооружение. Первое, что необходимо сделать перед укладкой плитки, это подготовить основание. Для этого его максимально очищаем и грунтуем. Грунт использую, на мой взгляд, самый популярный. Если он слишком быстро впитывается, то можно нанести в два слоя, только первый слой разбавить напополам с водой. Далее долго примеряли, откуда стоит начать, чтобы получились адекватные подрезки. Керамогранит во всем доме будет одного вида и уложен в одном направлении. В итоге по расчетам так получилось, что начали с целой плитки от края стены в гостиной и шли в направлении коридора. Там тоже круто все сложилось и по ширине коридора не пришлось подрезать плитку. Поэтому за два дня было положено 50 квадратных метров. Слой клея минимальный, так как получилось очень ровное основание. Спасибо стяжечникам. Перепад на весь дом что-то около 5 миллиметров, что вообще ни о чем. Геометрия стен и диагонали комнат тоже правильные, поэтому клади и клади. Расход клея минимальный. На первые 50 квадратных метров ушло что-то около 6-7 мешков. Наносить клей лучше на плитку и на пол. На пол гребенку, на плитку просто шпателем минимальный слой. Так как пол у нас теплый, а дом каркасный, то и клей лучше подбирать соответствующий. Чтобы можно было использовать для теплых полов и чтобы был эластичный. Так как дом может минимально, но двигаться. На рынке не то чтобы много производителей таких клеев. На мой взгляд отлично себя зарекомендовал популярный у строителей каркасников плиточный клей Церезит CM17. Он как раз имеет все те свойства, о которых я говорил выше. Ну моя задача в общем простая, но тоже подвижная. Потаскать пачки с плиткой, сходить попилить. Кстати в процессе работы испытал несколько способов резки плитки. Поначалу пытался обычным плиткорезом. Но так как это керамогранит и фактурный рисунок, то плиткорез его не берет. Я вывел такой простой способ. Надрезаю болгаркой по линии, просто сбиваю верхнее покрытие. И далее плиткорезом надламываю. Получается быстро и почти не пыльно. Такой способ не подходит, если надо сделать минимальную подрезку, например в пару сантиметров. Плитка часто ломается. Для таких работ есть специальный плиткорез. На котором я выставляю упор и выполняю работу. Можно пользоваться только им. Но мне кажется болгаркой быстрее. Также иногда приходится пилить в доме. Например на улице холодно, жарко или ветрено. Но дома не хочется сильно пылить. Поэтому сделал простую самоделку из обычной картонной коробки. Сбоку коробки делаю прорезь, в который вставляю шланг от пылесоса. Сверху делаю рез болгаркой. И сбоку делаю еще одно отверстие. Чтобы не создавался излишним вакуум в коробке. Включаю пылесос и спокойно режу плитку. Без пыли. Как раз у меня задание подрезать плитку в проходах. Работа идет довольно быстро. Но только когда у мастера есть свободное время. В это время я занимаюсь прочисткой швов и затиркой. Как раз подобрали вот такой цвет затирки. Кстати, как вам этот цвет? В следующем видео покажу как мы выполнили весь объем работы. А у нас еще плитка на стенах в санузле. Как раз покажу чем желтым я намазал это помещение. Так же как раз затрутся все швы и возможно соберется несколько полезных приемов. И найдутся несколько интересных инструментов для такой работы. Если видео оказалось полезным, то ставьте лайки и пишите комменты. Что мы делаем так или не так? Возможно меня смотрят мастера-плиточники. Поэтому решил сделать такой промежуточный выпуск. Мало ли допущена какая-то критическая ошибка, которую еще можно исправить. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал в телеграм. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok